Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем читать первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова для библейского портала экзегет.ру. И сегодня мы читаем первую главу. Итак, апостол пишет. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, о наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Итак, апостол говорит, что он свидетельствует о том, что было от начала. Для апостола Иоанна Богослова, как мы видим, обращение к началу оказывается очень важным. Он именно так начинает свое Евангелие, как известно, в начале было Словом. И интересно, что в каком-то смысле это обращение и к книге бытия. «В начале створил Бог небо и землю». То есть апостол начинает с самого начала, начинает с замысла Божьего, начинает с самого главного, с того, что может стать основой. Дальше, основой всего остального. И вот почему же, то есть какую основу в данном случае он выбирает. В Евангелии, да, он говорит о бытии Логоса, о бытии Слова второй апостаси Пресвятой Троицы. И речь идет о некотором примирном существовании Логоса, да, о том, что Бог существует вне времени, вне пространства, вне творения. Вот это начало, в котором было Слово, это начало, когда мир еще не существовал. Книга бытия, со своей стороны, рассказывает о начале существования мира. Но здесь апостол пишет о чем-то другом, хотя тоже это слово очень важно и для себя употребляет. О том, что было от начала, то есть что было с самого начала этой истории евангельской. На этот раз он обращается к евангельской истории. И что же было? Что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни. Почему для апостола началом, оказывается, слышали, видели, рассматривали, осязали руки? Дело в том, что апостол начинает свое послание как свидетель. Если мы обратимся, например, к Евангелию от Луки, если мы обратимся к книге Деяний, которую тоже написал Лука, то мы увидим, что одним из важнейших слов, одним из важнейших поручений, которые Христос дает ученикам, одним из важнейших таких поручений, оказывается, быть свидетелями. Вот в конце Евангелия от Луки Христос говорит, вы этому всему, то есть воскресение, вознесение, вы будете этому свидетелями. Почему это важно? Потому что воскресение Христа, его победа над смертью, когда он мертвый висел на кресте, когда его положили во гроб, когда он по-настоящему умер, когда его душа и тело разлучились, и жизнь в теле прекратилась, человеческая, биологическая жизнь, и потом она возвратилась, да, и Христос воскрес, и апостол Павел многократно об этом пишет, да, что если Христос не воскрес, вера наша тщетная. Так вот, апостол как раз пишет, что он является свидетелем, свидетелем Христа, его жизни, и потом, конечно же, он будет говорить о воскресении, потому что если Христос воскрес, значит жизнь действительно изменилась. Если Христос действительно был, если он действительно все это говорил, если он победил смерть, тогда все имеет смысл. Имеет смысл благочестивая жизнь, имеет смысл надежды на Бога, имеет смысл вообще быть христианином, быть учеником Христа, потому что если этого не было, значит тогда Бог потерпел неудачу во Христе, и тогда бессмысленно быть его учеником. И поэтому, вот что делает Иоанн Богослов? Он свидетельствует. Вот как на суде, например, свидетели говорят, я видел своими глазами, я это слышал своими ушами, я был на месте, я трогал, мои руки это осизали, я могу точно сказать, что это так. Вот в данном случае Иоанн Богослов свидетельствует. Поэтому для него так важно, и он даже несколько раз это подчеркивает, что мы видели, что слышали, что рассматривали, то есть даже, можно сказать, подробно изучали, рассматривать это не просто видеть, и что осизали руки, мы не доверяли глазам. Ведь смотрите, мы слышали, это издалека, мы видели очами, видели воочию, близко, рассматривали еще ближе и осизали руками, вот взяли буквально и пощупали, то есть точно проверили. Помните, да, как в Евангелии от Иоанна Фома говорит, Господь мой и Бог мой, когда Христос говорит ему, вот мои раны, Фома, вот рассмотри их, осижи их руками. Но дело в том, что Господь перед ними ел воскресший, да, и они общались с ним, поэтому здесь не обязательно было буквально там проверять его раны, но для них было совершенно очевидно. Помните, как он говорит, вот он я, да, это я, и я не дух, дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. То есть они видят, что он живой, живой человек, воскресший. Итак, все это он говорит о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, вот оно это слово, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. То есть вечная жизнь, которая была у Отца, она является нам для нас, чтобы мы смогли, соединившись с этой вечной жизнью, тоже жить вечной жизнью. То есть Бог через воплощение приобщает нас к своей вечности, приобщает нас к своей жизни. «И возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». И опять повторяет, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Для чего же? Вот он говорит, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. То есть Бог является в мире, Его жизнь является в мире, Его Слово воплощается. Это Слово проповедует, общается, живет, и вот есть Его свидетели. И Христос в кончании Евангелия от Луки не случайно говорит, вы будете Мне свидетелями. Для чего? Для того, чтобы привлечь как можно больше людей. Для того, чтобы спасти как можно больше людей. И поэтому мы это возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. То есть фактически через апостолов мы становимся причастны Христу и Божественной жизни. «И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». «Совершенно». Вот здесь слово «совершенно» его надо правильно понимать. Сегодня, когда мы говорим слово «совершенство» или это нечто совершенное, мы имеем в виду, что это очень хорошее, что-то очень-очень хорошее, может быть самое лучшее. Но греческое слово, которое здесь стоит, говорит не о качестве просто самое хорошее, а оно говорит о завершенности, об исполненности, о полноте. То есть, и это мы пишем вам, чтобы радость ваша была полна, то есть чтобы вы радовались вполне, чтобы не было места печали, чтобы не было места незавершенности. Совершенная в этом смысле, окончательная, полная радость, в которой уже нет места ничему другому. «И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Интересно, что обычно под благовестием подразумевается рассказ о том, что Бог, ну, например, есть любовь, что Он воплотился, что Он во Христе победил смерть и воскрес. Ну, вот интересно, что евангелист Иоанн, да, он по-другому формулирует это благовестие. «И вот благовестие, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Свет, как очевидно, ассоциируется с добром, тьма ассоциируется со злом, свет ассоциируется с созиданием, а тьма с разрушением. И это, конечно, не всегда так. Это не всегда так. И в Священном Писании есть другие примеры, да, и тьма над бездной, например, когда Бог творит мир, или там Моисей, который поднимается, да, и мы говорим, что он пребывает в божественном мраке. Это не в том смысле, да, вот Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, то есть нет никакого зла, нет никакого греха, нет никакого несовершенства. Почему это является благовестием? Как это совместить с тем, что Бог есть любовь, что он воплотился, что он пришел нас спасти и спас? Вот дело в том, что как раз если бы в Боге была тьма, то вопрос Теодицеи, вопрос страдания в мире поставить было бы невозможно. Потому что если Бог отчасти добр, а отчасти зол, можно сказать, что мы здесь и сейчас, мы сотворены, для нас есть место, в нашей жизни есть место радости, мы радуемся. Но мы бывает скорбим, бывает умираем, даже все умираем, в мире множество скорби и несовершенства. Ну что же вы хотели? В Боге же есть и то, и другое, вот и в нашей жизни есть и то, и другое. И поэтому мы и живем, и умираем, и ничего удивительного. Но в том-то и дело, что сказать Бог есть свет и в нем нет никакой тьмы, это и значит сказать Бог сотворил мир. Если вы видите сейчас его несовершенство, то это не потому, что Бог несовершенен. И если вы видите в мире зло, это не потому, что Бог зол. Если вы видите в нем смерть и неправду, это не потому, что Бог желает, чтобы вы умирали, и чтобы вы грешили, и чтобы скорби и нестроения были в вашей жизни. Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. И поэтому он не оставил своего намерения спасти людей, и поэтому он воплощается и спасает людей, и завершает, приводит к исполнению свой замысел в итоге. Поэтому это по-разному сформулированное, но одно благовестие о том, что Бог есть любовь, и в нем нет никакой ненависти, или злобы, или разрушения. И вот эта любовь, она и приводит к тому, о чем говорят нам Евангелия, к воплощению и спасению. Итак, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Очень интересно. Оказывается, есть люди, которые говорят, что имеют общение с Богом, но ходят во тьме. То есть позволяют в своей жизни присутствовать злобе, ненависти, разрушению. Такие люди оказываются лгут и не поступают по истине, то есть не поступают так, как должно быть. Если же мы ходим во свете, подобно как Он во свете, вот здесь очень важно, люди ходят во свете, а Бог пребывает во свете, потому что Он есть свет. То есть Бог не просто выбрал какую-то сторону и присутствует на ней. Вот Он стал добрым и всегда добр. Нет, Он само добро. Он не просто тоже выбирает свет, Он первый как будто бы выбрал свет, первый выбрал нечто доброе. Нет, Он и есть сам свет. И мы просто можем пребывать во свете, то есть быть с Богом, быть в общении с Ним. И вот если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Поразительно. Почему-то общение с Богом, пребывание во свете вдруг каким-то образом в первую очередь приводит нас к общению друг с другом, приводит нас к братской жизни, приводит нас к тому, что вот эта закрытость межчеловеческая, которая появилась после грехопадения, уничтожена. И мы имеем общение, мы открыты, мы живем некоторой одной общей жизнью. Это очень важно, потому что часто люди думают, ну как бы мы могли интерпретировать, да, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы с Богом, можно было бы сказать. Но для евангелиста Иоанна Богослова, который пишет, то мы имеем общение друг с другом, важно, что пребывание во свете, это не иллюзия, не фантазия, это не то, что ты себе выдумал и выдаешь желаемое за действительное. Нет, для евангелиста Иоанна пребывать во свете, это значит иметь общение с людьми, быть открытым, добрым, любящим, жертвенным. И, конечно же, это означает, что быть во свете, это практически жить так, как живет Бог, насколько это возможно для человека. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Речь идет о том, что мы оказываемся причастны через эту жизнь во свете, оказываемся причастны жертве Христовой. Жертва Христова, как говорит Григорий Богослов, очистила весь мир. Не малой части и не на малое время, но всего мира и вечное происходит очищение. Но единственное место, которое не может быть очищено без моего разрешения, это мое сердце. И вот тогда, когда я хожу во свете, практически хожу, не пребывая в иллюзии, не просто думаю, что я хожу во свете, когда я имею общение с братьями и сестрами, когда я имею общение с людьми, тогда плоды спасительной жертвы Христовой распространяются и на меня. Это страшная тайна человеческой воли, человеческой свободы, что Бог все для меня может сделать, но я все равно сам решаю, вот своей жизнью, своими поступками, зависит ли, распространяются ли на меня вот эти последствия Христовой жертвы. «Если же говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Как же так? Только что говорилось о хождении во свете, только что говорилось, если мы ходим во свете, имеем общение друг с другом, то кровь Христовая очищает нас от всякого греха. И тут же говорится, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Действительно. Для того, чтобы кровь очищала нас от греха, мы должны понять, что он в нас есть. Если я говорю, я и так во свете, зачем мне там еще какой-то ваш свет? Я и так безгрешен, зачем мне еще какое-то там ваше очищение? То я пребываю в иллюзии, и тогда действительно кровь Христова мне не нужна. Так вот, если мы говорим, что нечего нас спасать, что нет, не от чего нас спасать, то мы обманываем себя, истины нет в нас. Истины как того, что есть, того, что есть на самом деле, правдивого взгляда, который соответствует действительности. Вот если мы говорим, что не имеем греха, это не соответствует действительности, и мы обманываем самих себя. «Если же исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Очень важные и интересные слова, но которые можно не вполне правильно понять. «Если исповедуем грехи наши», вот слово «исповедуем» сразу наводит нас на мысль об исповеди, о таинстве покаяния, которое сегодня существует в церкви. Надо сказать, что в первом веке таинство покаяния имело другие формы. Часто это была исповедь и раскаяние еще до крещения, когда человек укупели, ну или в результате подготовки, в течение подготовки изменял собственную жизнь, говорил о своих грехах, отказывался, это была такая исповедальная беседа предкрещальная, или несколько бесед даже в течение, может быть, длительного времени. Потом, уже после крещения, человек тоже, да, он мог действительно совершать какие-то незначительные грехи, и это публично исповедовалось, известно, что в первой христианской общине и достаточно долгое время исповедь была публичной. То есть речь не идет просто о том, чтобы бегать на исповедь как можно чаще. Когда апостол Иоанн говорит, если исповедуем грехи наши, речь, скорее всего, идет о том, что мы должны признавать наши грехи, должны понимать, что они есть в нас, и что они должны быть исправлены. То есть исповедование грехов указывается как противоположное тому, что человек говорит, у меня нет грехов. Вот восьмой стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. То есть в одном случае человек говорит, у меня нет грехов, в другом случае он говорит, у меня есть грехи. И это исповедование, вот от слова поведовать, да, то есть сообщать. Если исповедуем грехи наши, то есть признаем, говорим о них, он, Бог, будучи верен и праведен, верен в своей любви. Вот очень известная такая еще ветхозаветная категория верность Божия, которая означает, что Бог любит свой народ, что он его никогда не предает, что он ему верен, что он всегда его поддержит, всегда его примет, когда тот приходит с покаянием. И вот он, Бог, будучи верен и праведен. И здесь, наверное, можно было бы подумать о справедливости, потому что слово «праведен» часто переводят как «справедливость», но на самом деле это не так. На самом деле, или не совсем так надо сказать, потому что «праведность Божия» — это не просто справедливость человеческая, это больше, чем справедливость человеческая. Почему? Справедливость человеческая смотрит только на последствия. Смотрит, ну, например, совершил человек преступление, справедливо его за это наказать, и он наказывается. Но справедливо посмотреть, почему он совершил преступление, в каких обстоятельствах, что было в его душе, кем он был воспитан, как он был воспитан, к чему он стремился на самом деле, может быть, он стремился к чему-то другому. И таким образом, да, может быть, мы признаем этого человека также виновным, а может быть, мы поймем, что на самом деле можно было бы поступить по-другому и не наказывать его, или наказать, или поступить с ним как-то по-другому. И вот Бог, будучи верен, то есть оставаясь любящим, оставаясь верным своему первоначальному замыслу о человеке, и праведным, то есть знающим глубину нашего состояния, знающим причины наших поступков, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. То есть, когда человек признает свой грех, признает свое бессилие перед грехом, он обращается к Богу с этим бессилием, и Бог, будучи верен и праведен, исцеляет его. Не случайно здесь говорится об очищении, очищении от неправды. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Что имеется в виду? Что если мы говорим, что Христос нам не нужен, или что мы не нуждаемся в спасении, то мы представляем его, Бога, представляем лживым. И слова его, то есть его заповеди, его взгляда на мир нет в нас. Вот это представление о мире, этот правильный взгляд на мир, он в нас не пребывает, не присутствует, если мы считаем, что Бог и его спасение нам не нужно. И, конечно же, для апостола Иоанна Богослова вот эта первая глава, которую мы прочитали, она является основанием для того, чтобы дальше призывать к любви и к благочестивой жизни. Потому что человек, который понимает свое состояние, понимает, видит свой духовный мир таким, какой он есть, он никогда не скажет, что он не согрешил, если человек по совести просто воспринимает себя, он никогда не скажет, что у него все совсем хорошо. Он может прийти к хорошему состоянию, но сказать, что изначально у него нет проблем, честный человек не может. И вот дай Бог нам честно смотреть на себя и стремиться к спасению, которое подает нам Христос. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok